Всем привет! Это Saab 99. Я хочу рассказать не столько о его истории, которая безусловно интересна, но в основном о том, как он устроен и как он едет. Автомобиль в своем роде уникальный, в нем столько интересных технических решений, что, мне кажется, его нужно включать в программу обучения автомобильных инженеров. То, что вы, может быть, читали про фирму Saab, о том, что на ее заре в ней работали настоящие авиационные специалисты, не замутненные никакими постулатами автомобильной инженерии. И вот по своим канонам, по своим представлениям они создали сначала первый Saab 92, затем модернизировали его. И вот Saab 99 полностью сделан по той же схеме. Фирма-то была маленькая. Команда, которая разрабатывала 99-й, это было всего там 10-15 человек. И с момента начала производства автомобилей фирмы Saab прошло всего около 15 лет. Поэтому не успели они еще вот всеми догмами насытиться, которые вроде бы должны быть в автомобилестроении. Машина в общих чертах была готова в 1961 году. Кузов фактически был готов к производству в 64-м. Не было только двигателя, но об этом я расскажу чуть позже. Тоже интересная история. Ну так вот, что было у нас в 64-м году? Это как раз год, когда была готова к производству Волга ГАЗ-24. И как раз появился 408-й Москвич. Ну а теперь вот сравните уровень и интересность конструктивных решений. Прежде всего, аэродинамика. Вспомните «Москвич» или «Волгу», их такие квадратные в своем роде формы. И сравните с их современником Saab. Лобовое стекло такое, выдвинутое вперед, как бы копирует фонарь самолета, поскольку авиастроительная фирма делала машину. Но это еще и мощная аэродинамическая прибавка. Или вот покатый багажник. Например, на Рено 12 такой еще был. Решение не очень типичное для тех времен. Опять же, вспомните «Москвич» и «Волгу». Но благодаря вот такому вот скату, воздух как бы плавно стекал в задней части, не прерывался поток. И коэффициент аэродинамического сопротивления CX у 99-го был всего 0,37. На тот момент только Citroёn DS, наверное, мог сравниться с такими показателями, потому что средняя величина для машин того времени это было где-то 0,45, а то и 0,5. Или вот еще штрих. Боковые стекла здесь изогнуты не только в вертикальном направлении, как на большинстве автомобилей, но еще и в горизонтальном, то есть такие трехмерные. Это улучшает обтекаемость на переходе с лобового стекла на боковое. В 60-х годах, а шведы делали машину прежде всего для себя, в Скандинавии еще редкостью были хорошие асфальтированные дороги. В основном это были грейдеры. Поэтому кузов должен был иметь особый запас прочности. И не только прочности, но и долговечности. Вот характерный штрих. У машины шесть брызговиков. Это штатное решение. Есть брызговики за передними колесами, за задними колесами и перед задними колесами для того, чтобы защитить от пескоструя детали задней подвески и задние дисковые тормоза. Да, кстати, они дисковые, причем по кругу с самого начала, с 67-го года, когда автомобиль был представлен прессе. Кузов, конечно, рассчитывали вручную. Никаких компьютеров еще не было. Но глядя на изящество решений, на то, как выглядят силовые элементы, поверить, честно говоря, в это довольно сложно. При этом в САП-99 уже была заложена программируемая деформация в случае аварии. То есть передняя и задняя зоны при ДТП деформировались запрограммированным образом, а в середине оставалась прочная силовая клетка кузова. Вот, например, стойки лобового стекла имеют толщину металла 2,5 мм. 2,5 мм. Я не оговорился. Это фактически встроенный каркас безопасности. Где-то в 1972 году впервые в мире на 99-м СААБе появились противоударные балки в дверях. Одним словом, кузов был настолько прочным. Кстати, вот еще один штрих. Толщина металла задних крыльев 1,2 мм. Конечно, все это сказывалось на весе. И в результате 99-й, несмотря на то, что он довольно компактный, ну опять же, чуть больше москвича, но меньше Волги, он весил порядка 1300 кг, даже больше. Или вот еще штрих. Панели пола у кузова 99-го САБа цельные, несварные, что тоже повышает жесткость кузова. Стойки лобового стекла внутри кузова проходят дальше и упираются в арки передних колес. Все это вместе дает очень высокую жесткость кузова. 7000 ньютонометров на градус. Это примерно на треть больше, чем у всех конкурентов. Более того, кузов получился настолько прочным, можно сказать, избыточно прочным, что при создании модели САБ 900, следующей модели на этой, как теперь модно говорить, платформе, переднюю часть кузова пришлось сделать сознательно менее прочной, для того, чтобы деформация в случае аварии была еще более прогнозируемой. Потому что, как показал опыт эксплуатации 99-го, в случае ДТП перед проявлял себя все-таки как слишком прочный. Производились эти машины фактически вручную, что в Швеции, что особенно на финском заводе. И поэтому вот такие вот места, где и сварку видно, и не вышпатлеванные многие дефекты. Это, в принципе, совершенно нормально для 99-х и 900-х. Там, где сварка обычная, среди углекислого газа, что называется, кемпи, там и куски электродов зачастую торчат. И это тоже совершенно штатная штука. Теперь поближе покажу некоторые детали. Вот, например, легендарные СААБовские бампера, которые в значительной степени определяют облик машины. Ну, история известная. В США в начале 70-х ввели довольно жесткие требования по пассивной безопасности, и все автомобили должны были быть оснащены бамперами, которые оставляют кузов неповрежденным до скорости 5 миль в час, если я правильно помню. Это где-то 7-8 километров в час. Соответственно, СААБ решил эту задачу довольно нетривиально. Внутри вот этого пластикового бампера есть такие пластиковые соты, то есть квадратная такая структура, и при ударе бампер деформируется, а затем сам расправляется. Или вот фароочистители щеточные. СААБ действительно был первым, кто их применил в 1972 году, но помимо этого он фактически стал законодателем мод, потому что так понравилась эта система в Скандинавии, что с 1974 года ее сделали обязательной для шведского рынка. Действительно, работает эта штука очень эффективно. При включении омывателя лобового стекла подается вода и на фару, и начинает двигаться щетка. Причем, работает эта штука вне зависимости от того, включены фары или нет. То есть при включении фар вы всегда имеете чистое стекло. Ну, минус здесь тот, что щетки могут примерзать. Мотор очистителя, здесь он один на обе фары, поначалу был не очень мощный. И защитным элементом здесь является трехамперный предохранитель, который специально выведен таким образом, чтобы его было легко менять. Соответственно, при примерзании, при каких-то проблемах, в принципе, система защищена. Восстановить ее легко, но случалось это довольно часто. Стеклоочистители. Обратите внимание, что они припаркованы на левой стороне, не как у всех, то есть на стороне водителя. Ну, честно говоря, точного ответа на вопрос, почему сделано именно так, я ни в одном из источников не нашел, но подозреваю, что смысл в том, что при включении щеток они делают движение перед глазами водителя быстрее, потому что путь им нужно пройти меньший. Интересный привод. Внутри расположен трос с такой определенной навивкой шестеренчатой, который двигается возвратно-поступательно. Там нет трапеции никакой. Просто двигается гибкий вал, ну трос, да, на котором есть зазубрины и на поводках шестерни. Таким образом, эти зазубрины, так сказать, зубья, поворачивают шестерни и дворники работают. Система при больших пробегах проявила себя как не очень надежная, зато она на редкость компактная, ну и опять-таки необычная. Одно, может быть, из самых известных, но от того не менее интересных решений Saaba 99, это кузов без порогов. То есть пороги как бы заходят на двери, видите, двери заходят вниз и нижняя часть дверей фактически смотрят на дорогу, если можно так сказать. Поэтому порогов как таковых здесь нет. Ну то есть, конечно, какой-то силовой элемент присутствует, но он значительно меньше и тоньше, чем в автомобилях для тех времен привычных. Что это дает? Ну, прежде всего, удобство входа-выхода, посадки, что особенно актуально в зимних условиях, когда порог пачкается, а здесь он остается чистым. Ну, надо сказать, что сегодня многие производители кроссоверов такую схему тоже применяют, но еще раз на секундочку, это примерно начало 60-х годов. А какой звук дверей? Вот вы только послушайте, какая массивность, какая мощь в нем. Я, честно говоря, зимой время от времени прям специально прихожу в гараж, чтобы похлопать дверьми, чтобы поднять себе настроение и вспомнить о том, что были когда-то настоящие автомобили в наше время. Броня! Теперь заглянем под капот. Обратите внимание, как он открывается. Сдвигается вперед, и это одна такая массивная целиковая деталь, очень мощная, довольно тяжелая. При этом над безопасностью тоже подумали, чтобы при лобовом ударе задняя кромка капота не въехала в салон. Во-первых, есть вот такие вот очень мощные роликовые фиксаторы, и на самом капоте приварены пластины, которые в случае чего, не дай бог, зацепляются за рамку лобового стекла. Кстати, капот очень легко снять для обслуживания, буквально два болтика открутить, а на более поздних девятисотых самых даже откручивать ничего не надо. Два болтика достаточно ослабить. После чего берешь его вот так вот, снимаешь, ставишь в сторону и получаешь полный доступ к силовому агрегату. Ну и может быть самое интересное, самое необычное, что вы наверняка знаете про 99-й СААП, его компоновка. Мотор здесь расположен задом наперед. То есть маховик смотрит на радиатор, здесь же сцепление, и от них цепью, крутящий момент, передается вниз на коробку передач, которая расположена под двигателем тоже продольно. Мотор четырехцилиндровый, он на 45 градусов завален вправо. Зачем же они так извратились? Ну, на самом деле, какого-то однозначного ответа на этот вопрос нет. Мотор изначально был разработан британской компанией Riccardo, потому что СААП, как маленькая фирма, не мог потянуть самостоятельную разработку целого двигателя, тем более освоение его производства, в такие сжатые сроки, как это нужно было сделать. Ну так вот, компания Riccardo этот мотор, можно сказать, унифицировала с двигателями для автомобилей Triumph. Там они расположены тоже продольно, но маховиком уже как положено. Но вот СААБовцы решили сделать так. Так, несколько есть тому причин, аргументов. Ну, например, при таком расположении силового агрегата, нагрузка на переднюю ось, она получается больше, да, потому что мотор с коробкой, они все почти висят за осью приводов. Вот где-то здесь примерно проходят привода, да. Но получается, что в любом случае при пустом автомобиле и при полностью загруженном автомобиле на переднюю ось всегда приходит больше 50% веса. Таким образом, характер поведения автомобиля не зависит от его загрузки. И это тоже фактор безопасности. Почему силовой агрегат вообще поставили продольно? Ну, потому что для начала 60-х поперечная компоновка, в общем, была еще особо не популярна, не очень понятно, не ясно было, как компоновать коробку передач. Приходилось на некоторых машинах типа мини ставить ее в один картер с двигателем, что совсем нехорошо. Плюс сабовцы очень хотели сохранить двухрычажную переднюю подвеску, которая, естественно, требует больше места в верхней части для верхнего рычага. Попутный бонус – это прекрасная доступность сцепления. То есть поменять его здесь – это минут 25, наверное. Правда, на 99-м все-таки придется для этого снять радиатор, чтобы вытащить промежуточный валик вперед. Но вот она крышка, элементарный доступ. Раз и поменял. На 900-м все еще проще, потому что там так называемый телевизор сантиметров на 10 сдвинут вперед, и промежуточный валик выходит даже без снятия радиатора. Но минус получился в том, что коробка оказалась перегруженной. На один и тот же вал, на выходной вал, получается, что как бы навесили и главную передачу, которая приводит передние колеса, и, собственно, моменты и силы от работы коробки передач. И это оказалось проклятием вплоть до, в общем-то, конца выпуска 900-х в 93-м году. Коробку много-много раз модернизировали, но так полностью надежно и не сделали. Это именно компоновочная проблема. Ну и плюс чисто теоретически, поскольку появляется дополнительный элемент в виде цепи для передачи крутящего момента вниз на коробку, или на ранних машинах это были шестерни вообще, теоретический КПД этой схемы получается невысоким. По некоторым источникам 0,85. Довольно большие трансмиссионные потери в итоге. Мотор тоже неоднократно модернизировали. Можно сказать, свои лучшие формы он достиг только в начале 80-х годов. Примерно в году в 71-72 он стал двухлитровым, и этот рабочий объем почти до конца и сохранил. Ну, на этой машине 2 литра мотор с одним карбюратором. Самая, можно сказать, простая базовая версия. И это еще мотор серии B. Его легко узнать по торчащему вверх прерывателю-распределителю. На моторах последних серий H он как бы смотрит вперед, потому что из мотора исключили промежуточный вал, который, собственно, прерыватель и приводил. Но попутно он также приводил помпу, водяной насос, которая здесь является слабейшим местом. Не очень она надежна, ну и менять ее довольно сложно. Хотя, тьфу-тьфу-тьфу, на моей машине пока с этим проблем нет. Какие еще сложности компоновка создала? Ну, вот, например, вакуумный усилитель тормозов. Он приводится не напрямую от педали, а через такой небольшой рычажный механизм. Потому что опустить его ниже здесь не получилось. Мотор, вообще силовой агрегат, снимается только вверх. Что на заводе он так ставился, что при ремонте. А вот снимать его приходится порой чаще, чем хочется. Потому что, во-первых, почти любой ремонт коробки передач обозначает снятие силового агрегата. А, во-вторых, вот левый рычаг подвески, вот он. Для того, чтобы его снять, тоже приходится вынимать мотор. Потому что крепится он вот этими болтами, и он просто не пролезает здесь до тех пор, пока мотор сидит на своем месте. Еще одна компоновочная проблема заключается в том, что здесь почти нет места для каких-то приводов дополнительных агрегатов. Ну, то есть, генератор вот затащили туда наверх, остается еще немножко места вот здесь. Но, либо насос усилителя руля можно поставить, либо компрессор кондиционера. Вместе не получится. И в потребительском смысле, особенно для американского рынка, это был едва ли не главный недостаток САБа 99, во всяком случае, в последние годы его выпуска во второй половине 70-х. Побочный минус то, что привод переключения передач, вот его шток, вот здесь вот его шток, поэтому тяга очень длинная, и четкость переключения передач, в общем-то, была не очень хорошей. Рычаг достаточно длинноходный, ватный, и это отмечали даже журналисты того времени. Зажигание на этой машине стоит контактное, бесхитростное, и гениальный однокамерный карбюратор Zenith Stromberg с переменным сечением диффузора, так называемый карбюратор с постоянным разрежением. Абсолютно гениальная штука, простая, как валенок, в нем буквально, я не знаю, с десяток основных деталей. Есть, конечно, минусы, дозирование смеси в основном осуществляется иглой по типу мотоциклетного карбюратора, кто знает. Конечно, она со временем изнашивается, но в остальном, вот четыре винта открутил, там диафрагма, собственно, игла, и, в общем, все уже видно, все понятно. Кстати, на этой машине, которая 81-го года выпуска для шведского рынка, вот это здесь указано, Швеция 81, здесь все регулировочные данные перечислены, на ней стоит своего рода система уже понижения токсичности. Электромагнитный клапан меняет положение упора дроссельной заслонки, и когда скорость больше 30 км в час, холостой ход поднимается примерно до 1500 оборотов. Ну, есть мнение, что это каким-то образом токсичность понижала. Устроено все гениально просто. Вот трос спидометра, на нем стоит датчик, вот он там виднеется. При скорости больше 30, он просто подает сигнал, электромагнит срабатывает, упор сдвигается, обороты холостого хода повышаются. Кстати, все до сих пор отлично работает. Здесь же можно пару слов, первые пару слов сказать про печку, про систему вентиляции. Забор воздуха вот под этим козырьком. Неспроста он здесь расположен, здесь самое высокое давление воздуха при движении, и буквально уже километров с 40-50 в час вентилятор можно выключать. Настолько сильный подпор происходит. Сама печка, вот она здесь. Понятное дело, что шланги подходят через клапан, через кран печки. Вот серая крышечка, его здесь виднеется, сейчас покажу. Необычность заключается в том, что это не просто механический регулятор, кран. Это кран автоматический с капиллярной трубкой, которая идет внутрь печки, и ручкой ты задаешь не положение заслонки или крана, ты задаешь температуру, которую ты хочешь. По факту система эта на всех автомобилях, которые я видел, толком не работала. В том смысле, что регулирование все равно осуществлялось непосредственно. Но задумка гениальная. Плюс есть такая вот здесь заслонка зима-лето. Вот написано summer-лето. И чуть ниже синенькая, там написано, зима. Переключением вот этого рычажка ты меняешь то, какой воздух будет подаваться в центральные дефлекторы. То есть на лето ты ставишь подачу холодного воздуха, а на зиму подачу горячего. Кстати, бачок омывателя с примерно середины 70-х годов имел объем 5,5 литров. Тоже привет многим современным автомобилям, которые не дотягивают до этого показателя. Мотор фароочистителя расположен под капотом. Вот там вот внизу, вот он, под радиатором. У него длинный шток выходит вперед. И между радиатором и решеткой расположен кинематический механизм. Не знаю, смогу ли я его здесь показать. Вот он там виднеется. Который приводит разом две щетки синхронно. В подвеске спереди двухрычажка, причем пружина опирается на верхний рычаг, для того, чтобы снизу можно было пропустить приводной вал. Здесь тоже не все типично, потому что пружина не просто опирается на верхний рычаг, а опирается на покачивающуюся такую вот опору. Это дает точность работы, улучшение кинематики. И посмотрите на тормоза, на тормозной суппорт. Очередное необычное решение. Что это такое? Это привод ручного тормоза, друзья мои. Да, действительно, ручник здесь на передние колеса. Сам суппорт тоже довольно нетипичный, потому что в нем два поршня, которые как бы раздвигают его в стороны. Попробую вот сейчас показать. От этой конструкции отказались рано или поздно, в 87-м году уже на 900-м. Но, тем не менее, прожила она довольно долгое время в производстве. Проблема была в том, что суппорт вышел слишком тяжелый, нагрузка была слишком большая. И вот эти вот скобы начинали рано или поздно болтаться и греметь. В общем, надежность не самая лучшая. У меня вот стоят отремонтированные скобы, и тоже они уже тысяч 10 или 15 прошли, начинают погромыхивать. Почему так сделали? Ну, считалось, что при экстренном торможении, в случае, если основная тормозная система отказала, таким образом ты можешь с помощью ручника затормозить эффективнее. Ведь на передние колеса приходится большая часть веса автомобиля. И особенно больше при замедлении, при торможении. То есть, считалось, что вдвое эффективнее аварийная тормозная система через ручник таким образом работает. Сзади классический зависимый мост. Казалось бы, почему такое консервативное решение? Тоже неспроста. Потому что для движения по скользкой дороге, по льду, по снегу, это на самом деле едва ли не оптимальная конструкция. Она позволяет сохранять перпендикулярность колес поверхности дороги. И если, например, открыть известнейшую книгу шасси автомобиля Рампеля начала 80-х годов, она даже переведена на русский язык, то это, можно сказать, библия всех инженеров-подвесочников. Так вот, там прямым текстом было написано, что для суровой зимы, для зимних условий оптимальным вариантом является соотношение двух рычажки спереди и зависимого моста сзади. Как сделано на автомобиле СААП-99. Кстати, эта схема спустя 20 лет полностью перешла и на СААП-9000, уже в середине 80-х годов, то есть до сих пор оставалась актуальной. Кстати, сочетание кинематики передней и задней подвески дает 99-му необычно высокое для своего времени расположение продольной оси крена. То есть при той же скорости в повороте автомобиль меньше наклоняется. А ведь стабилизатора поперечной устойчивости здесь нет. И еще один любопытный момент – кинематика рулевого управления. Мы привыкли, что вроде бы благодаря рулевой трапеции внутреннее колесо в повороте должно поворачиваться на больший угол, чем внешнее. Ну, оно же по меньшему радиусу катится. Но на СААБе сделано по-другому. На больший угол поворачивается именно внешнее колесо. За счет этого оно как бы нагружается дополнительной боковой силой от недовернутого внутреннего колеса. А это улучшает стабильность и управляемость в быстрых поворотах. Руль здесь, кстати, относительно неострый. Передаточное отношение 19 к 1. Например, у СААБа 96, у его предшественника, было 14 к 1. Но, увы, этому есть объяснение. Это как раз слишком высокая масса, слишком перетяжеленная передняя часть и сложности с использованием гидроусилителя руля с его компоновкой. Сиденья. Сиденья для СААБа тоже решение по-своему уникальное. СААБ был одним из первых, кто привлек для разработки кресел специалистов-ортопедов. В итоге что получилось? Во-первых, опять же, нетипично для конца 60-х годов кресло имеет регулировку по высоте и углу наклона подушки. Два положения спереди, два положения сзади. Но, тем не менее, оно меняется. Может быть, не в самых широких диапазонах. Раньше не было и такого. Затем, жесткость сиденья неоднородна. Где-то есть более жесткие вставки, где-то более мягкие. А в области поясничного подпора вообще такая как бы самоадаптирующаяся вставка, которая под форму вашей спины прогиб меняет. Действительно, очень удобно. Единственное, что вот на машинах до 1982 года сиденье стоит немножко высоковато. Затем крепление изменили. Ну, вообще сиденья тоже менялись по ходу производства. Появились интегрированные подголовники вот эти вот характерные, саабовские. Менялась немножечко форма. Но, в любом случае, они оставались очень и очень удобными. Могу подтвердить, я проехал в них не одну тысячу километров. Мало из современных автомобилей, кто дает такой комфорт сидений. Кстати, задний диван тоже нетипичный. В нем аж 400 настоящих металлических пружин, для того, чтобы было удобно сидеть, чтобы, опять же, его форма адаптировалась под форму тела пассажиров. По компоновке водительского места тоже относительно нетипично для своего времени то, что передняя панель и лобовое стекло довольно далеко от водителя. Это тоже фактор безопасности. Вот эта отделанная пластиком передняя панель появилась в 1972 году, но, опять же, не устарела, наверное, на протяжении лет десяти. Опять же, вспомните наши «Жигули-москвичи», да, как там это все проще выглядело. Магнитола чуть более поздняя, но все-таки родная Савовская. Примерно года с 1984-го такие пошли на девятитысячниках. Потолок – это слабое место у них у всех. Он травмобезопасный. Он сделан из такой, как бы, прессованной стекловаты. Со временем этот материал, к сожалению, расслаивается. Сделать новую обивку поверх расслоившегося материала довольно сложно. И еще пару слов про печку, про отопление. Вот смотрите, в эти дефлекторы центральные, да, вот можно регулировать температуру подачи воздуха. То, что я показывал с помощью заслонки под капотом. Раздельные ручки регулируют подачу на лобовое стекло и в ноги. Плюс здесь есть уже воздуховоды к ногам задних пассажиров. На ранних машинах были даже воздуховоды к заднему стеклу, пока не появился электрический обогрев. А сама печка, ну, очень и очень мощная. Никогда никаких проблем с этим не было. И вот эти вот, как бы, концентрические дефлекторы, подающие воздух на лобовое стекло, обеспечивают отличную обзорность зимой. Потому что, как минимум, вот область прямо перед глазами всегда будет оттаяна. Ну и плюс, напомню, что САП-99 это первый автомобиль с электрическим подогревом сидений. Опять же, в 1972 году примерно эта система появилась. Она с самого начала была автоматической. В спирали, в проводе, протянутом по подушке сидения, стоит маленький термостатик. И при температуре где-то плюс 12-14 он автоматически включается. И автоматически выключается, когда температура достигнет где-то 28-30 градусов. Система, ну, на этом автомобиле полностью работоспособна. Посадка за рулем может быть по нынешним временам не самая удобная. Во-первых, я уже сказал, что сидение стоит высоковато. А во-вторых, арки передних колес заметно теснят ноги. Именно это послужило еще одним поводом к разработке следующей модели САП-900. Там на 5 сантиметров увеличили базу, отнесли передние колеса вперед и как раз вот появилось дополнительное пространство. Один из самых частых вопросов, которые мне задают на всяких фестивалях, выставках, что вот это вот за прибор тут сверху, что это тюнинг, что это указатель давления наддува, ну, напомню, мотор на моей машине карбюраторный. Нет, друзья, это эконометр. Причем это штатный эконометр, абсолютно заводской. Такие эконометры ставились только в 81-82 годах на 99-е. Как бы по форме, по компоновке, по расположению он полностью повторяет указатель давления наддува, который ставился на СААБе 99 турбо. Но он показывает только разрежение, потому что, понятное дело, избыточного давления здесь быть не может с карбюраторным двигателем. Вообще история такова. Когда появился СААП 900 в 78-м году, потихоньку 99-й сделали как бы low-cost версией. То есть доступной моделью, максимально упрощенной, убрали все версии с автоматом, с двумя карбюраторами, со впрыском. Даже сократили число кузовов. И производство оставили только на финском заводе в УСК Упунке. Это, ну, такая, можно сказать, сторонняя фабрика. На аутсорсе там, соответственно, стали делать такие бедненькие 99-е. Ну, а основные силы к тому времени СААП уже вкладывал в модель 900. Тем не менее, одна роскошная опция на моей машине есть. Это электрические зеркала. Электропривод регулировки наружных зеркал. Два джойстика для правого и левого зеркала. Все до сих пор работает идеально. Подстаканников в классическом их понимании нет. Но если открыть бардачок, то здесь вот прям столик такой получается. Можно и стаканчики поставить, и бутерброды разложить. Кстати, обратите внимание, что ящик с подсветкой. А плафончик вот здесь загорается вместе с габаритным светом. Большой привет многим современным бюджетным машинам. Ну, про расположение замка зажигания на СААБах тоже, наверное, не знает уже только ленивый. Тем не менее, я позволю себе усомниться в основной версии, которую все тиражируют, о том, что замок расположили вот здесь вот между сиденьями ради того, чтобы не травмировать ноги водителя при аварии. Дело в том, что на 96-м СААБе рычаг переключения передач стоял на рулевой колонке. И замок зажигания, что тоже был не очень типично для тех времен, он блокировал этот самый рычаг переключения передач в положении задней передачи. Когда на 99-м рычаг переехал на тоннель кузова, мне кажется вполне логично, что он за собой перевел сюда замок зажигания. Точно так же блокируется рычаг в выключенном положении. И только позже, наверное, уже появилась легенда о какой-то особой заботе о безопасности. Хотя, конечно, безопасность всегда была коньком СААБа. Вот посмотрите, здесь даже есть, например, лампа «Пристегните ремни». Или вот необычная фишка – освещение салона. Ну, есть плафон типичный вот здесь вот над задней дверью, да. Но второй плафон расположен под зеркалом. И он подсвечивает как бы зону, где, например, пассажир может читать карту, где вы, может быть, там копаетесь в своей сумочке, видите, что на полочке лежит. При этом плафон не виден с места водителя, он не слепит, им можно пользоваться на ходу. Да, конечно, на многих современных автомобилях такое решение тоже есть. Ставят там лампочки в самый низ зеркала, например, да. Но, еще раз говорю, это середина 60-х годов. Плюс дополнительный выключатель плафона расположен вот здесь вот под ручником, рядом с замком зажигания. Идеально удобно, да, одним движением руки, не надо там тянуться вот куда-то к плафону или там щупать его выключатель, или вот отвлекать взгляд от дороги, искать его здесь, как делают современно. Просто вот на ощупь опустил руку, хоп, включил плафон. Класс. Багажник. Ну, во-первых, опять же, с каким звуком он открывается и закрывается. Металл, благородство, глухой такой щелчок. Просто лишний раз его хочется открыть и закрыть, чтобы послушать. Мне нравится. Что на этой машине уникально достаточно, сохранились картонные обивки багажника. Это вот картон. И, конечно, в эксплуатации они очень быстро выходили из строя, особенно в зимних условиях. Еще интересно то, что запасное колесо – это уже докатка. Как раз вот где-то года с 1981 она и пошла. Чуть ли не первый год, когда вместо большого колеса появилась маленькая. Но большое сюда тоже ложится. Собственно, под него эта ниша и сделана. Просто оно торчит выше. Ну и тоже нетипичное решение. Спинка заднего сиденья откидывается вперед для перевозки грузов. Получается здесь ровный пол. Кстати, даже спать можно. Там что-то около 180 сантиметров длина плоской поверхности получается. Едет 99-й, если так одним словом попытаться описать ощущения, едет он весомо. Руль довольно тяжелый, потому что, опять же, он без усилителя. Реактивное действие то самое. Оно на самом деле не очень благородное, потому что около нуля. Оно достаточно размазанное. А потом просто нарастает возвращающее усилие. Становится руль достаточно тяжелым. Тем не менее, ты чувствуешь на нем каждый камешек, каждый уклон дороги. И это, конечно, приятно на фоне современных автомобилей с переусиленными рулями. Но на этой машине стоят еще, можно сказать, такие старинные шины с очень большой высотой профиля. Поэтому, конечно, в поворотах они подламываются, гнутся и крадут, в общем, обратную связь. Разгон вполне себе такой двухлитровый. Осложняет его только лишь, наверное, ватная достаточно. Не очень четкое переключение передач. Причем на этой машине коробка четырехступенчатая, которая вообще-то считается более прочной, более надежной и с более хорошей четкостью переключения передач, потому что у нее картер жестче. Тормоза вот прям вообще, как на современном автомобиле, дисковые, ход педали довольно короткий, усилие небольшое. Четко, надежно все, обратная связь отличная. БС, конечно, нету, но момент блокировки ты чувствуешь прекрасно. Классная плавность хода. У меня, правда, стоят амортизаторы кони, которые чуть более жесткие, может быть, чем штатные. Но самое главное, что у машины большой диаметр колес. 15 дюймов это круто для своего времени. Поэтому и через неровность она переваливает достаточно уверенно. Опять же, высота профиля шины тоже сказывается. Энергоемкость есть. Опять же, вот это вот ощущение настоящего железного автомобиля, оно чувствуется и в работе подвески, потому что мелочь гасит вообще полностью. Современные автомобили на это не способны. Средние кочки, ну, более-менее. Ну, и крупные отлично тоже проглатываются. Шум у 99-х, 900-х довольно характерный. Это гармония такого низкочастотного бубнения выхлопа и подвывания коробки передач. Ну, по своим временам, в общем, шум достаточно неинтенсивный. Самое приятное, это, конечно, ехать на 99-м куда-то далеко, потому что тогда подвеска окончательно разглаживает весь асфальт. Ты чувствуешь при помощи тросового привода газа все нюансы работы двигателя, всю дорогу. Отличная обзорность позволяет смотреть по сторонам, потому что стойки-то достаточно тонкие, несмотря на то, что массивные, ну, в плане прочности, да. Видно все отлично. И вот этот вот фонарь лобового стекла тоже добавляет ощущений. И этот 99-й, скорее всего, ну, если не лучший, то, наверное, самый аутентичный экземпляр в России. История его такова. В 96-м году один известный спортсмен купил его непосредственно в Швеции для своего сына. Но по каким-то причинам он его привез в Россию, и ездить они не стали. Машину поставили примерно на 20 лет в, как легенда голосит, теплый гараж. Судя по всему, незадолго перед продажей в Швеции ему сделали полный антикор, поэтому кузов, в общем, и сохранился так хорошо. Часто спрашивают, перешивался ли салон, обивка и так далее. Нет, ребята, здесь все родное у этой машины. Опять же, повторюсь, этим она и ценна. Родная краска, родная отделка, двигатель без капремонта, коробка тоже, насколько я понимаю, не перебиралась. В общем, такой отличный пример именно живучести машины. Ну вот, 40 лет ей она так сохранилась. Самое главное, что здесь сохранилась родная краска. Это необычный трехслойный металлик, то есть два слоя базы и один слой лака. Буквально один-два года шел этот цвет, и, конечно, очень не хочется терять эту оригинальную заводскую окраску. Я извиняюсь, 40 лет машине, конечно, какие-то следы эксплуатации есть. Еще почему не хочу перекрашивать, уйдут вот эти вот оригинальные заводские аксессуарные полоски. То есть они из заводского каталога, их дилер мог вставить. Сейчас такие уже не найти. Смотрятся они настолько классно, что, например, несколько лет назад одна из фирм, когда делала модель Saab 99-го, тиснула фотографии моей машины с YouTube и с других роликов, и оформила свою модель точно так же. Ну, там немножко другие колеса поставили, другой год выпуска обозначили, но на самом деле там именно мой автомобиль. Зато пробег, родной пробег, всего 200 тысяч километров. Это подтверждается по состоянию всех узлов, агрегатов. Я даже снимал головку цилиндров для замены потекшей прокладки, но увидел состояние хона, состояние цилиндропоршневой группы. Одним словом, это родные 200 тысяч гарантированно. Где взять такой же и сколько он стоит? К сожалению, ответить на этот вопрос я вам не могу практически никак. Так, 99-х, 900-х в продаже в России практически не появляется. То, что появляется, либо стоит очень дорого, потому что это действительно ухоженные машины энтузиастов, либо откровенный хлам. Проблема в том, что кузов у них не оцинкованный. Несмотря на то, что металл толстый, конструкция продумана таким образом, чтобы меньше было скрытых полостей, где могла бы скапливаться грязь, влага и так далее. Ну вот, например, арки колесные внутри, они полностью круглые. Там практически негде грязи зацепиться. Но, несмотря на все это, отсутствие оцинковки делает кузова не очень долговечными. В общем, практически все эти машины сгнили. Если вы все-таки задумаетесь найти себе такой классический СААП 99-й или 900-й, или тем более редкий 90-й, забудьте думать о том, чтобы найти какой-нибудь именно желаемый вам тип кузова, или только турбо, или там, я не знаю, только последних версий после 87-го года, 900-й, которые пошли уже с такими узкими наклоненными фарами. Все это не важно. Самое важное – это состояние данного конкретного экземпляра. Ну, это мой вам совет. В любом случае, вы столкнетесь с тем, что запчастей нет. То, что одинаковое у 99-го с 900-м, скорее всего, еще можно более-менее найти, в особенности расходники, да? Но то, что у 99-го свое, нужно вылавливать на аукционах, на ebay, искать на сайтах скандинавских саб-клубов, финского, шведского, голландского. Вот. Ну, и где-то еще, в общем, искать по гаражам. Порой на авито объявления проскакивают. Но это большая удача. Ну, вот, например, решетку радиатора я нашел только в Австралии. Водяной насос практически невозможно найти вообще уже нигде для моторов B-серии. Но большую помощь мне, честно говоря, оказал финский саб-клуб. Вот тут я даже его наклеечку разместил. Потому что и советом, и запчастями они здорово помогли мне этот автомобиль поднять до такого совсем уж ездового состояния. Все-таки он 20 лет стоял перед тем, как я его купил. Кстати говоря, до покупки этим известным спортсменам Сааб жил в городе Фалькенберг в Швеции. Мы путешествовали, ездили по Швеции. И в том самом доме, где предыдущий владелец жил, мы тоже к нему подъехали, хотели зайти в гости. Вот прям вот приехав на этой машине, к сожалению, никого не было дома. Ну, это, наверное, повод вернуться. Тем более, что потихонечку жизнь налаживается. И, скорее всего, на ближайший сабовский фестиваль в Тронхэттен, который проводится в обычное время раз в два года, мы приедем. Спасибо и до встречи!